И в идеальной московской пробке давайте проверим, как работает круиз-контроль. Включается он кнопками на руле, сначала активируем саму систему, загорается индикатор на приборной панели, после этого задаем скорость, до которой наш автомобиль будет преследовать впереди идущий, и, собственно, дистанцию до него побольше на трассе, поменьше, вот в таких же пробках. Система работает, на мой взгляд, с некоторыми недочетами, хотя, возможно, я в чем-то и не разобрался. Есть следующие недостатки. Вот мы сейчас, например, остановились, пропадает иконка преследования на проекционном дисплее, двигатель переходит в режим Ready, снова заводится радар, заметил, что автомобиль уехал, но движение не продолжается. Чтобы поехать, нужно нажать педаль газа, и только тогда автомобиль поедет. То есть мы, получается, едем в таком полуавтоматическом режиме. Следующее следствие этой же фигни заключается в том, что если впереди идущий автомобиль уехал довольно далеко, то наш пытается сократить дистанцию, делает это довольно интенсивно, делает это довольно интенсивно, и потом очень, опять же, интенсивно тормозит перед автомобилем, который мы преследуем. Вот. Как вы видели, еще один недостаток работы этой системы. Если кто-то вклинивается перед вами в ту дистанцию, которую вы держите до впереди идущего автомобиля, то радар не всегда замечает этот автомобиль, и есть возможность заехать в округу кому-нибудь, или там встрять еще в какие-нибудь неприятности. Опять же, если вы не хотите пускать автомобиль, который поворачивает, например, соседний ряд без поворотников, и нажмете педаль газа, то дистанция сократится, но при этом будет очень интенсивное торможение, что, опять же, комфорта не добавляет, чего нету в таком вручном режиме. Вот, получается то, что система работает в московских пробках, она позволяет там потупить в твиттере, позалипать, тем не менее полностью довериться автоматике, все-таки, ну, немножко ссыкотно, если можно так выразиться. Вот. И приходится все-таки держать все под ручным контролем. Продолжение следует...